Добрый день коллеги! Начинаем пресс-конференцию. Все мы знаем о биатлоне, а пока еще о спортивном ориентировании знаем очень мало. И как раз сегодня эти прекрасные люди нам ответят на все нас интересующие вопросы. Ну и с удовольствием представлю наших гостей. Это вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Александр Юрьевич Близневский. Технический и делегат Международной Федерации ориентированной Сикстен Силт. Исполнитель директора соревнований, директор АУ Югра Мегаспорт Валерий Михайлович Враченко. Ну и участник соревнований, двукратный чемпион мира по спортивному ориентированию, победитель и призер чемпионатов России и Европы Сергей Юрьевич Горланов. Первый вопрос, наверное, я хочу, Александр Юрьевич, задать вам. Все-таки для Югры тема интересная, но пока еще не близкая. Расскажите нам более подробно, как относиться к этому виду спорта. И действительно мы с вами поговорили, что там он, как вы считаете, и надеюсь мы так тоже будем думать, не менее зрелищный, чем биатлон. Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле наш вид спорта не так избалован, как многие другие его освещениям. И в связи с этим, наверное, немного людей, в том числе и в этом регионе знают о нем. Тем не менее, за последнее время Федерация ориентирования России и Международная Федерация ориентирования сделала очень много по внедрению всевозможных технологий в наш вид спорта, которые позволяют понимать все процессы, которые происходят на дистанции, во время проведения соревнований. Соответственно, больше понимать о том, что же это за вид спорта, насколько он интересен, как его можно сравнить с другими видами спорта, есть какие конкретные преимущества. Ярким примером были последние телевизионные трансляции, которые проходили соревнования в Красноярске во время проведения Всемирной зимней универсиады, в программу которой он был включен. Мы надеемся, что сегодня, с учетом того, что принято решение о телевизионной трансляции наших соревнований, многие югорчане познакомятся с этим видом спорта, и мы будем сотрудничать и продолжать проводить здесь соревнования. Спасибо большое. Сикстон, вам тоже хотелось бы задать вопрос. Все-таки вы технический делегат, и вам главное, чтобы трасса была идеальная и без помара. Как вам удалось оценить именно Ханты-Мансийск в этом плане, устраивает ли, и может быть сравнить с какими-то другими странами, где вам приходилось принимать участие? Добрый день. Местность Ханты-Мансийск уникальная. Я бы сказал, это местность действительно для элиты, поскольку у нас элита нашего вида спорта со всего мира собралась. Я думаю, местность отличная для этих соревнований. Команда, которая занимается подготовкой трасс, она очень опытная. Начальник дистанции имеет опыт уже нескольких кубков мира, чемпионатов мира. Склоны тут местами очень крутые, и это играет на руку тем, которые очень техничны на лыжах, которые хорошо катаются на лыжах. У нас, кстати, есть также один участник из Африки, из Египта, который, я думаю, меньше, чем 10 раз стоял на лыжах. Для него это будет настоящим испытанием. Спасибо. Ну, Валерий Михайлович, все-таки хотелось со стороны игры узнать, все ли у нас готово, все ли хорошо, все ли будет, как всегда, на высшем уровне. Ну, как сказал Александр Юрьевич, это у нас такого уровня первое соревнование. Мы проводили в том году чемпионат России в Сургутском районе. Небольшой опыт есть, но, конечно, титанический объем работы выполнен. Я уже говорил, что 58 километров трасс сделали в Самарском Чугасе. Но очень большой объем работы, причем эти мероприятия подготовительные длятся уже почти год. Потому что летом уже было вырублено, подготовлено, проложено, так сказать, вся эта трасса еще летом. И сейчас шла только накатывание трассы именно снежной техникой. То, что касается самого профиля трассы, меня до сих пор на самом деле вызывает вопросы, потому что трасса достаточно сложная. И сегодня мы в 14 часов посмотрим женскую гонку, в 15-30 мужскую. И посмотрим. Я думаю, что на самом деле те результаты, которые я ездил для обмена опытом в Шмиде, там совсем другой был профиль трасс. И там спортсмены шли и очень плотная группа. Я думаю, что здесь немножко будет по-другому. Может, я ошибаюсь, потому что я еще раз говорю, что для меня это совершенно новый вид спорта. Поэтому посмотрим все, какие будут разрывы, какие будут прохождения трассы и посмотрим. То, что касается подготовки самой трассы, я думаю, что нареканий не будет. Ребята, вот так я понял, что довольны размещением в гостинице. То есть все вроде бы отработано. Как всегда, поэтому хотелось бы еще увидеть все зрители в стадионе и все эти дни, 5 дней, которые будут проходить старты. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех жителей города, жителей игры на стадион Центра зимних видов спорта им. Слава Васильевича Филипенко. Все расписание есть и на информационных носителей в городе, это есть на сайте «Югра Мегаспорт». Кто не подписался, те, наверное, сегодня еще подпишутся дополнительно. Поэтому приходите, смотрите. И хотел бы сказать большое спасибо телекомпании «Югры». Я буквально 10 минут назад разговаривал с вашим генеральным директором, Олег Георгиевичем, что было сегодня утром принято решение, что и в прямом эфире пойдет видеокартинка на телеканале «Югра». Поэтому смотрите на местном канале, и вся «Югра» может смотреть в прямом эфире данное соревнование. Спасибо большое. Сергеевич, удалось ли вам оценить трассы Ханты-Мансийска? Все ли вы посмотрели? Довольны ли? Ну и, соответственно, какие у вас планы на эти игры? Конечно, я уже трассу посмотрел. То есть у нас прошла официальная тренировка модельная. Она проходит за день до старта чемпионата. То есть вчера мы все приехали, откатали лыжи, откатали смазку, посмотрели профиль трасс. Хотя бы примерный, тот кусок, который нам предложили организаторы, скажу честно, готовились к более простым трассам, потому что по отзывам лыжников-биатлонистов профиль трасс именно лыжных довольно-таки умеренный, но именно рельеф, который нам предложили организаторы, он сложный, он необычный, очень крутые овраги. И я думаю, что сегодня будет, сегодня уже у нас старт, спринт, и результаты будут довольно-таки непредсказуемые. Потому что, скорее всего, будут какие-то поломки у спортсменов, может быть, падение. Но я готов, много тренировался и буду бороться сегодня за высокие места. Спасибо большое. Ну что ж, коллеги, передаю вам слово, пожалуйста. Елизавета Гутовская, Радио Гра. Расскажите, пожалуйста, про специфику. Что такое спортивное ориентирование для человека, который, допустим, ни разу с таким видом спорта не сталкивался? Ну, если позволите. Ориентирование – это такой спорт, в котором участник имеет карту. В соревнованиях вот такого уровня компасом спортсмены пользуются очень редко, но, тем не менее, компас. Значит, карта – это очень подробная схема местности, на которой отражены все практически детали. Если говорить о наших соревнованиях, то на карту нанесены все лыжные трассы, вот о которых говорил Валерий Михайлович, там порядка 60 километров этих лыжных трасс. То есть это не только лыжная трасса, по которой бегают лыжники или биатлонисты, а еще дополнительные лыжни, которые, они все нанесены на карту. Соответственно, стоят… Я не могу уточнить. Эти лыжные трассы, которые биатлонисты используют, они составляют около 10% от всех лыжных трасс, которые мы будем использовать. Да. Остальные – это специальные трассы, которые подготовлены для ориентирования. На местности располагаются контрольные пункты, они же обозначены на карте. Участник, пользуясь картой, значит, выбирая… Которая крепится вот здесь. Да. Специальное оборудование, если вы… Мы все, ну, во всем в нашем виде спорта, мы часто сравниваем для того, чтобы было понятно людям, с биатлоном. Значит, у биатлонистов винтовка, у нас планшет. Планшет, потому что карта должна быть встанена, руки, соответственно, заняты палками. Карта вставляется в планшет, и участник, пользуясь картой, слечая ее с местностью, продвигается к контрольному пункту, который у него обозначен на карте, и, соответственно, на местности. На местности отметка происходит с читанием чипа, у него есть чип, который располагается на руке. Не карандаш. Не карандаш, да, и не компостер, как раньше был, значит, вот. Сейчас это бесконтактный чип, он проезжает мимо станции, происходит считывание, значит, фиксируется его прохождение через контрольный пункт, и так он по дистанции продвигается до финиша. Кто быстрее пробежал в том порядке, который обозначен на карте, тот и выиграл, тот победил. Вот это в двух словах. Еще нюанс расскажу, Марий, который я там выведен. То есть раньше правильно, или компостер, или что-то было, а там 50 сантиметров же, да? Да, да, да. То есть, когда скорости большие, бывало, что пролетает, и там у них что-то там загорается, но этот датчик... Звуковой и световой сигнал на чипе, то есть, когда идет гонка, и звук от лыж, от шума болельщиков, неважно что, то есть, участник, как правило, смотрит, и идет звуковой сигнал, световой сигнал. Также вы можете увидеть на трибуне, если вы будете на стадионе, вы можете увидеть, когда спортсмен делает вот так, то есть, он подносит чип к уху, чтобы был слышен звуковой сигнал. А если проехал мимо, возвращается. Да, ну, бывает так, что спортсмен слишком в пылу борьбы движется очень быстро, ну и, соответственно, проезжает, вот ему приходится возвращаться. Такое бывает. Хотела еще уточнить, насколько подготовлены спортсмены, потому что, вот вы, например, сказали, что один из участников, у него это там раз в десятый, да, когда он на лыжах, но я имею в виду, что это же не просто спортивный ориентированник, а именно на лыжах. Этот участник из Египта, он занимается летним ориентированием, бегом. Ну вот он решил, поскольку он военный, это обязательный вид спорта на военных играх, всемирных, и он решил попробовать этот вид спорта. Он был уже в Швеции в этом году, он там спринт, дистанцию спринт прошел, я надеюсь, что он справится с этим и тут. Вот более длинные дистанции, я думаю, это слишком много для него пока. Такие участники есть на всех соревнованиях и на лыжных гонках. Мы видели, наверное, и Кубки мира, и Чемпионаты мира, экзотические такие, там, все их приветствуют, аплодируют. Такие есть и у нас. Но большая часть спортсменов, безусловно, они подготовлены, они специально занимаются именно этим. Если говорить в целом о Федерации Международной, то есть она культивирует, ну, такие четыре, ну, спортивные три. Значит, это по средству передвижения на лыжах, бегом и на велосипедах. По каждому из видов проводятся Чемпионаты мира, Чемпионаты Европы и Кубки мира. Вот у нас с вами сегодня начинаются соревнования по лыжному ориентированию. Вот одно из направлений, которое культивирует Международная Федерация и Российская Федерация. Немного хотел сравнить. То есть мы тренируемся, на самом деле, точно так же, как и биатлонисты-лыжники. И проводим очень много подготовки летом, осенью, зимой. И, например, ну, не например, а вот вообще мы тренируемся в тех же самых местах, как и биатлонисты-лыжники. И последний у меня сбор был в январе. Там тренировались именитые спортсмены, как Александр Бессмертных, другие лыжники, которые с этого сбора уехали на Кубки мира. Были биатлонисты, малышка был, Логинов, по-моему, был в этом месте, которые тоже уехали на свои этапы. И, соответственно, я как ориентировщик тоже с этого сбора уехал. Нет, я уехал в Швецию на свой. То есть мы так же тренируемся, так же делаем очень много работы и так же выступаем, пока не. Василий, меня зовут, телекомпания «Игра». Сергей, наверное, к вам вопрос. Вы уже сказали, что трасса сложная, довольно-таки, для спортсменов. Расскажите, с чем ее можно сравнить, например, с другими странами, с той же Швецией, например. Какие отличия, что уникального может быть в трассе есть, что нет в других трассах? Вообще, каждая местность своеобразная. То есть где-то есть овраги, где-то есть горы, они по-разному рисуются. Где-то больше лыжных трасс, где-то меньше. Самое большое отличие соревнований в России от зарубежных стартов, особенно в Скандинавии, это наличие больших лыжных стадионов. То есть большие лыжные стадионы, они вносят красоту в наш вид спорта. То есть мы можем видеть хорошую картинку, хорошую зрелищную борьбу. В Скандинавии соревнования стремятся провести более классические. То есть там не делают акцент на стадионы, а делают акцент на хорошие сложные карты. Здесь же, насколько я вчера понял, будет тандем, потому что организаторы смогли найти и стадион, и хорошие сложные карты. И поэтому здесь будут побеждать именно действительно очень серьезные спортсмены, которые умеют и бегать и лыжные гонки на высоком уровне, и бегать ориентирование, и в принципе вообще ориентироваться. Этот вопрос лучше задавать после соревнований, пока спортсмены большую часть местности еще не видели. Им запрещено видеть трассы. То есть если посмотреть на лесочек примерно, да, то есть им вчера был предложен вот такой кусочек, что называется модельная тренировка, чтобы они в принципе посмотрели на качество лыжней, на оформление контрольных пунктов, то есть как это происходит здесь. А все остальное, вот эти дни, которые они будут здесь соревноваться, вот это вот они будут здесь вот исследовать. И поэтому... Но они там еще не были. Нет, конечно. Нет, я просто говорю, запрещено даже на стадионном ходить. Анна Волкова, Игра Мегаспорт. Сегодня мы сможем увидеть интернет-трансляцию, трансляцию GPS, где будут показаны, где находятся спортсмены. Также есть возможность сходить на соревнования, посмотреть вживую. Все-таки, учитывая то, что спортивное ориентирование – это такой вид спорта, где самое интересное происходит в лесу, как лучше смотреть гонку? Живьем, трансляцией? Каким образом? На стадионе будет выведено на большие праздники. Значит, мы сейчас, сегодня мы реально для себя считаем огромной такой удачей, может, там, ближкая к счастью, что мы проводим соревнования здесь именно. И вот у нас есть уникальная возможность предложить всем болельщикам, которые сегодня, жителям, которые находятся здесь на месте и могут позволить себе прийти на стадион, будут выводиться на экран, как сказал Сергей правильно, и GPS-трансляция, то есть как спортсмены. И параллельно будет включение камер. Поэтому все можно увидеть на стадионе. Будет хороший комментатор на стадионе. Поэтому вполне возможно, если есть возможность прийти, конечно, надо приходить вживую, потому что эти эмоции вы нигде не получите, это первое. Второе, вы можете получить где-то рядом, стоя на трибуне, комментарии от тех людей, которые разбираются в этом виде спорта. Ну, а если этого не получается, то я думаю, что вполне достойный репортаж с комментаторами, опять же. У нас Мария Коробова приезжает, она будет комментировать. Это достаточно известный комментатор Матч ТВ. Приехала сегодня. Приехала уже, да. Тем самым. Да, да. Поэтому в этом отношении... Ну, на самом деле, еще раз говорю, надеюсь, что за эти дни изменят ваши отношения и отношения жителей к нашему виду спорта с точки зрения, первое, понимания, что это такое, а второе, что он достаточно интересный. И еще один вопрос Сергею Горланову. Сергей, кого можете назвать своими главными соперниками и сегодня, и вообще на этих соревнованиях? За кем нам стоит присматривать особенно тщательно? Если вы откроете общий зачет Кубка мира, который на данный момент собрался, это Андрей Ламов, потому что он идет лидером, и другие спортсмены из России, потому что они занимают первую тройку, Эдуард Хреников, Владислав Киселев. Хотелось бы туда вписать еще несколько спортсменов сборной Швеции, Эрик Ролст, сборной Норвегии, там, Ларс Махолт. И я бы хотел все-таки вписать туда себя, потому что в прошлый Кубок мира я проиграл из-за болезни, но я все-таки настраивался на эти гонки и хочу показать хороший результат, я думаю, у меня это получится. Но вообще все спортсмены сборной России, каждый из них готов победить сегодня, потому что у нас очень большая конкуренция, и что это отборочные старты чемпионата России, что Кубки мира бегут всегда лучше, и мы всегда боремся, и можно на дистанцию ставить любого. Поэтому наверняка, да, то есть фаворитом не будет спортсмен с Египта, но другие топовые страны, там, Болгария, Швеция, Норвегия, Финляндия, Россия, то есть любой человек может побороться за медаль. Сергей, я думаю, тут ответ простой. Десять последних в стартовом протоколе – это сильнейшая десятка в мире. Они есть. А почему так много представителей России в топ-10? Этот вид спорта особенно развит у нас? Нет, это правило соревнований. Страна-организатор имеет право, неважно, если бы это проходило в Швеции, значит, соответственно, было бы шведов. Значит, страна-организатор имеет два дополнительных места официальных в Кубке мира, то есть это единственное ограничение, что они стартуют первыми. И еще мы имеем право, как организаторы, допустить национальную группу. Участники еще по десять в каждой. К сожалению, у нас не смогли доехать в полном объеме. Мы не использовали полностью квоту. Но это международные правила. Они абсолютно правильные, извиняюсь за тавтологию, но это связано с тем, что мы, неважно, страна-организатор, вкладывают очень много сил, и, естественно, возможность поучаствовать на этих трассах вместе со спортсменами топовыми, конечно, это приветствуется. Так что этим объясняется. Если говорить сегодня, кстати, подошли утром представители Швеции и Финляндии и задали вопрос, а почему это у вас, ну, к сожалению, не читают правила, но самый главный их вопрос был, а почему у вас девять спортсменов, не восемь, то есть шесть плюс два, а девять. Но у нас еще есть одно правило. Чемпион мира, чемпион Европы имеет свое персональное место. И поэтому у нас Алена Трапезникова, чемпионка прошлого чемпионата Европы, она, соответственно, имеет персональное место. И так мы сегодня у женщин имеем девять мест, у мужчин восемь. И плюс национальная группа. В каких регионах в России лучше всего развивается спортивное ориентирование? И что сделать, чтобы югорчан мы увидели в этом списке? Ну, наверное, здесь Сергей и Сикстон, и уже Владимир Михайлович согласятся со мной. У нас есть три региона, я считаю, что это Хабаровск, Пермь и Красноярск. Это большие школы, серьезные, большое количество тренеров, детских тренеров. То есть это целая система выстроенная именно в лыжном ориентировании, я имею в виду. Что сделать югорчанам, вы уже делаете. Вы провели чемпионат России в прошлом году, как сказал Владимир Михайлович. Сегодня мы уже договорились. Мы ставим цель не только провести здесь соревнования и, условно говоря, забыть про этот регион или забыть про то, что мы здесь хотим развивать. Мы ставим своей задачей сделать так, чтобы дети, в первую очередь, узнали про этот вид спорта и стали им заниматься. Потому что в любом случае, когда у человека есть выбор, это всегда хорошо. В этом смысле, я думаю, что у нас есть конкурентное преимущество, потому что это не только для детей особенно, это не только лыжное ориентирование, это и кроссовое. У нас есть российский азимут с вами, у нас сегодня есть Всемирный день ориентирования, четвертый год подряд проводится Всемирный день ориентирования. В прошлом году было порядка 350 тысяч в 80 странах мира, и причем это все направлено на детей. Мы сейчас в предыдущих разговорах думаем о том, что договориться или обсуждать с руководством, с Югра Мегаспортом, с департаментом и, соответственно, с губернатором, о возможности проведения на постоянной основе в течение некоторого времени соревнований здесь. Здесь, соответственно, мы понимаем, что когда мы проводим соревнования, это привлекает внимание болельщиков, детей, интерес, специалисты небольшое количество, но здесь есть. Сегодня закуплена часть оборудования в рамках проведения этого мероприятия, и, соответственно, оно закуплено для того, чтобы оно работало здесь именно. Поэтому мы видим большую перспективу в этом регионе для нашего вида спорта. Я думаю, что надо идти дальше, я думаю, что надо открывать отделение в спортивной школе, об этом надо с губернатором разговаривать, потому что по-другому никак. Оборудование куплено, на самом деле, это не маленькие деньги. Мы купили специальный буран, который именно под это специальное оборудование и отметки, хронометраж весь мы купили. Поэтому, чтобы оно не проставило, конечно, надо все занеснуть, чтобы детей привлекать. Поэтому я думаю, что губернатор подтвердила свое участие на закрытии 15-го числа. Я думаю, что там будет работа вопроса, чтобы этот вопрос поднять. Потому что противостояние проведения соревнований одно, но это значит, что мы 16-го числа соберем оборудование, поставим, и оно будет еще год лежать просто так. Но это неправильный хозяйственный подход, я думаю, что это надо сделать все по-другому совершенно. Я хотел бы еще сказать о том, что в соседнем городе Сургуте есть уже хороший тренер. Это Виктемиров Адик Шамильевич, я сейчас не ошибаюсь, который готовит спортсменов и к спартакиадам, и к другим первенствам, чемпионатам. И я думаю, что вот эти соревнования с их большой материально-технической базой дадут хороший толчок в развитии ориентирования вообще хмао-югры. Вот мы с вами говорили, что действительно очень сложно составляется и долгая карта. А кто ее делал? Ну, карту, значит, сегодня очень много технологий, но тем не менее, есть специалисты, их называют картографы. Их не так много, это, так скажем, штучный товар. Но тем не менее, вот здесь занимались и ваши, Сергей Александрович, Митович, да, это ваш специалист очень высокого класса. И помогали ему еще представители Пермского края, здесь все равно у нас здесь Уральский регион Александрович Новиков, имеющий, как уже сказал Сиксон, большой опыт проведения международных соревнований не только у нас в России, но и за рубежом. Вот, поэтому есть основа, значит, она есть и аэрофотоснимки, и, значит, космоснимки, но детализацию все проводят люди. Вот, с применением GPS-навигаторов, то есть, ну, она очень точная, то есть, по ней можно, если вы ее там закачаете в свои гаджеты, то вы можете прямо с этим гаджетом ходить и ориентироваться. Почему сегодня мы имеем возможность GPS-навигатор следить за участниками? Потому что она нарисована именно с использованием этого оборудования. Вот. Я еще прибавлюсь, что автор карты господин Митович является, в принципе, спонсором игорского ориентирования. Он эту карту нарисовал задаром, чтобы местные тренера могли бы бегать, проводить соревнования, и он действительно является меценом. Спасибо. И последний уточняющий вопрос. Вот, действительно, мы вначале проводили некую аналогию с биатлоном, и все мы знаем, приехал на рубеж, промазал, получаешь штраф. А как происходит, соответственно, в спортивном ориентировании? И часто ли это бывает, когда спортсмены проезжают мимо, сворачивают не туда? Какие за это грозят штрафы? Как это получается? Это проигрыш во времени. Ну, значит, тут надо разделить на несколько. Значит, неправильное прохождение или неправильная отметка приводит к дисквалификации спортсмена. Такое бывает. Это, значит, все, что касается ошибок, значит, ошибки, значит, происходят, ну, условно говоря, для примера. Вот я сижу с этой стороны стола, если мне пройти сюда, вот так вот, это будет быстрее, мы понимаем, да? А если я пройду вот так, это будет дольше. Вот это все, что происходит там, и это является ошибками и наказанием. То есть спортсмен, грубо говоря, там сам себя наказывает, если он выбирает неоптимальный вариант. Ну, здесь трасса шире, и хоть бы можно идти, а там пешком полезут. Вот в Швецию съездил, все во всем разбирается. Да, еще класс лыжней, можно под, ну, как бы, по длине ехать, но по коньковой трассе, а можно, ну, как бы, более коротким путем, но вот по этим узким трассам. Здесь тоже каждый спортсмен для себя выбирает, да, классикой. Рельеф, то есть можно через гору примен, а можно в объезд, но по равнине. Ну, плюс еще, если Сергей Горлонов отсюда побежит, там все равно быстрее будет, чем ты. Да, да, это тоже, да. То есть он в любом случае египтянина обыграет, да, если египтянин тоже здесь пойдет. Я еще хотел добавить то, что, если мы сравним с биатлоном, все зрители наблюдают за спортсменами на рубеже. То есть они видят, какие ошибки допускает спортсмен. В ориентировании же ошибка происходит постоянно, то есть, ну, точнее, выбор вариантов происходит постоянно. И очень важный момент то, что мы имеем детализацию каждого перегона, то есть каждого небольшого участка. И по итогу, по анализу, то есть зрители, спортсмены могут анализировать каждые, там, условно, 200 метров прохождения дистанции спортсменам. В биатлоне же участники бегут, там, условно, 2,5 километра, вряд ли зрители так сильно уж наблюдают за ними и смотрят, по большому счету, только рубеж. У нас же это потом можно анализировать и делать выводы, что именно вот эти вот повороты, вот право-лево, там были ошибки. То есть это тоже очень интересно и очень важно. Еще хотел бы сказать то, что я не видел, на самом деле, нигде. Кубок мира проходил такой городок, никаких там мер безопасности, никаких там металлоискателей, милиции, ничего там нет. Стоит заборчик, который, так как у нас, маленький. Но самое главное, что удивило, что сотни семей, папа, мама, двое, трое детей, и такие малыши идут с этими планшетами, картами, лыжами, сотни людей, которые, когда не будет, когда культура может быть у нас в России, но я такого, честно говоря, не видел вообще никогда столько семейный вид спорта, я даже не думал, что это вообще может быть. Для меня это было такое большое открытие. Ну, в этом смысле, Скандинавия, да, они являются, ну, наверное, примером для того, чтобы и традиции, у них карты продаются в киосках. То есть ты можешь в город и приехать в маленький городок, купить карту, значит, вот, и, соответственно, на окраине города, и самого города, и на окраине города, есть полигоны оборудования, то есть ты можешь вот прогулку совершить, там, что-то такое, связанное со здоровым вооружением, как у нас говорят, вот, с помощью карты. В школах это преподается. На самом деле, сегодня у нас тоже очень много для этого делается, и вот в рамках Всемирного дня ориентирования Международная Федерация, даже на сайте Международной Федерации ориентирования есть русскоязычная версия всего методического материала, условно говоря, для учителя школы, который может просто вот кликнуть, и там все есть методичка, как это провести. Вот в классе вы расставили, допустим, стулья, какое-то оборудование, сделали схемку, это уже ориентирование, то есть для того, чтобы познакомить людей. А потом уже дальше, ну, постепенно можно переходить уже на местность, какие-то такие... Ну, да, есть некие ограничения. У нас есть некие ограничения, они связаны, ну, так, совсем, скажем, громко, что ли, с секретностью. То есть спортсмену дается информация устная о предстоящих соревнованиях. Это параметры, значит, набор высот, количество контрольных пунктов, но есть некоторые вещи, которые все-таки остаются за кадром. И в этом и суть спорта. То есть спортсмен получает кадр за 15 секунд, и только тогда он видит, что же ему предстоит. То есть в этом и есть, ну, интрига, что ли, и суть этого вида спорта. Поэтому все, что касается, допустим, почему есть изоляция. Спортсмены прибегают, то есть он уже был на местности, но он не должен передавать информацию, это фейерплей, он не должен. Вот в этом смысле есть ограничения на использование телефонов, потому что, ну, условно говоря, кто-то нечистоплотный может там смс-ку написать, беги справа там на таком-то перегоне, ну, или какую-то такую деталь. Ну, это специфика нашего вида спорта, здесь особых каких-то сложностей нету, все прекрасно это знают. Принцип общего видах спорта, что спортсмены на старте должны быть в одинаковых условиях, и они должны иметь больше информации о преимущества, чем другие. Еще хотел бы добавить для вообще представления, что такое ориентирование во всем мире. То есть, может быть, в России это в массовом, в массовости не так развито ориентирование, но вообще проводятся очень большие многодневки, очень большие соревнования в Скандинавии, в Европе, и на некоторые старты приезжает порядка 17 тысяч человек, это, допустим, Юкола, которая проходит в Финляндии, а она соизмерима просто с большими лыжными марафонами. То есть, вообще, в принципе, не так много видов спорта, где можно собраться 17 тысяч спортсменов. Помимо этого еще и зрители, и обычно эти соревнования проходят на каких-то больших аэродромах или полях, и это очень красивое и интересное зрелище. То есть, в принципе, ориентирование во всем мире очень даже развито. Ну и самый последний вопрос. Знаем мы, что изначально было 17 стран участников, но, к сожалению, стало их меньше. Можете про это подробнее рассказать? Ну, я хотел бы сказать, что вообще хорошо, что это состоялось, на самом деле. После отмены Петербургского экономического форума, Красноярского форума, то, что эти соревнования состоялись, то это вообще большое счастье, на самом деле. Большое плюс ориентирование опять. Да, спасибо ориентированию. На самом деле, сейчас подписано постановление правительства округа, да, знаете, про ограничение соревнований, поэтому мы себе тоже готовим письма и по Егорскому марафону, и по всемирным игрокам, и по всем соревнованиям, которые будут сейчас до лета. Поэтому воспользуйтесь возможностью. На самом деле, очень многие мероприятия в России уже отменены. Это не сильно афишируется, но с учетом того, что, например, завтра, 11-го, да, у нас уезжает делегация в Екатеринбург по большому шлему подзюдо, которое мы будем проводить с 2021 года, огромное мероприятие, крупнейшее в мире борьбы. Они будут проходить без зрителей. Решение уже принято, поэтому это... А? Когда сказать? Да ладно. Билеты купили. Ну вот такая ситуация. Поэтому я думаю, что на самом деле все не так радостно, как кажется. Поэтому две страны, которые не доехали в Европе... Я сегодня прилетел утром, и реально уже в Европе паника. Вот просто. Потому что касается соревнований, и если матч Барселоны там, это тоже без зрителей, но это уже нонсенс. Это кроме того, что это бизнес огромный. Поэтому вот такая ситуация. Поэтому хорошо, что не доехали две страны. И надеемся, что все это пройдет. А еще Евро 90, поэтому вообще все... Так что вы понимаете, какие плюсы в ориентировании? Даже здесь мы все равно вот видите как... А страны можете назвать? Да. Австрия, Эстония, Россия, Япония, Норвегия, Румыния, Болгария, Казахстан, Литва, Швеция, Словения, Чехия, Египет, Швейцария, Финляндия. А не приехали две? Италия и Белоруссия. Италия и Белоруссия. Белоруссия и Италия. Спасибо. Ну что ж, уважаемые коллеги, спасибо. Вам тоже большое спасибо. Будем следить за новым видом спорта. Может, действительно, Югра будет фанатом не только биатлона, но и спортивного ориентина. Спасибо огромное. Спасибо, коллеги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова